Здравствуйте! Здравствуйте! Управляю Вас в новой технике! Красивый третий станет Вас в России! Спасибо! Владимир Владимирович, добрый день! Во время Вашего визита в 2009 году завод находился в тяжелом положении. Склады были заполнены. В восьмом году. В восьмом, потом в девятом году. В восьмом году. Я тогда был еще рабочим, но все это видел со стороны. Хотелось бы сказать Вам огромное спасибо за Вашу поддержку, которую Вы оказали. В 2017 году мы достигли исторического максимума по выпуску нашей техники и превзошли результаты 2008 года. Всего за год произвели 6,5 тысяч комбайнов и тракторов. Хотелось бы узнать Ваше мнение о нашем предприятии, компании, о нашей технике. Спасибо! Я уже в целом сказал, что я думаю о Вашем предприятии. Оно, во-первых, один из лидеров отрасли, во-вторых, действительно в 2008 году, да и в 2009 еще, когда сюда приезжал, здесь не только невозможно было проехать на машину, пройти было невозможно, потому что все было затоварено, все было заставлено техникой, которую никто не получал. И, ну понятно, мы столкнулись тогда с так называемым финансовым кризисом, причем международным. Он пришел к нам или за границей в тот кризис. Но тревога была страшная, потому что, ну что с этим делать? Вообще была угроза того, что предприятие полностью остановится тогда, если Вы там работали. То есть здесь работали тогда в то время. Неполная рабочая неделя уже была введена, и зарплаты были проблемы, и все. Поэтому мы здесь прямо на месте, вот с Вашими руководителями, с профессионерами, искали, как можно помочь предприятию и отрасли в целом. Тогда приняли много решений. Я помню, я был председателем правительства, меня за это критиковали сильно. Почему? Потому что это были не очень либеральные и не очень рыбничные решения в части, касавшиеся поддержки на напрямую предприятия и отрасла. Но я считаю, что мы не нарушили никаких наших международных обязательств, в том числе в рамках Всемирной торговой организации. Ну а в таких условиях практически любое государство, любая страна прежде всего думает о своих производителях и о рабочих местах внутри страны, а не обеспечивает поддержание рабочих мест за границей. Поэтому мы делали это сознательно. Ну а вот в последнее время, посмотрите, за это время, сейчас только разговаривали, в 3,3 раза уменьшились объемы реализации. Разных, не в процентах, в разных. Это серьёзное дело. Потом, значит, часть производства переносится из-за границы. Акционеры говорят, делают это потому, что здесь выгоднее производить, чем за границей. Это, знаете, мне было очень приятно услышать, потому что вся эта система мер поддержки, которая, наверное, вводилась здесь и вводится до сих пор, она же используется, эта мера поддержки до сих пор. Они, значит, срабатывают. И дальше так будем делать. Вот второе. Третье очень важное. Все хорошо знают по поводу этих санкций, антисанкций. Мы прикрыли свой рынок для сельхозпродуктов из тех стран, которые ввели против санкций. Почему это привело? К некоторым не очень приятным последствиям. На первом этапе к росту цен на сельхозпродукции. К сожалению. Но это было неизбежно. Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе и сельхозмашиностроение. Вот руководители ваши так и говорят. Востребованы. Сельхозпроизводитель растёт, денег зарабатывает больше, стал больше потреблять. В том числе и вашей продукции. Переработка растёт сразу. И достаточно быстро. То есть это целая цепочка реальных положительных последствий. И, конечно, это очень здорово. А то, что вы сейчас продаёте, совсем недавно никто вообще, внутри даже страны, ну не то, что никто. В общем, в целом, у кого деньги были, все хотели купить технику за границей. Сейчас вы продаёте нашу технику, вашу технику, в 37 странах. А если я так делаю, дальше пойду. Вот я вот справки посмотрел, когда сюда летит. Это лет через 5-7, это будет уже не 37, это будет 60-65 стран. Это такая очень, в хорошем смысле, такая агрессивная политика, которая говорит о том, что хорошая перспектива у нас. Так что я вас поздравляю ещё раз. Спасибо большое. Владимир Владимирович, я бы задавал, что наши предприятия, изучая стемпы производства темы. Это также благодаря программе поддержки государством сельхозтоваропроизводителей номер 1432. Во-первых, вам огромное спасибо за то, что в 2018 году эта программа профинансирована в больших объёмах. Но есть вопрос. 23 миллиарда. Есть вопрос. Вот если посмотреть на 2019-2020 год, там всего профинансировано 2 миллиарда ежегодно. Это не реальное финансирование, которое будет. Это предварительные наброски бюджета на второй, третий год бюджетного цикла. Мы, собственно, приехали, чтобы по всем этим вопросам поговорить, обсудить. Это не будет. Владимир Владимирович, а нельзя, чтобы эта программа была разработана на 5-6 лет? Было бы лучше, если бы это можно было разработать сразу на 5-6 лет вперёд. Здесь есть какие угрозы? Вот мы сейчас держим инфляцию в прошлом году в 2,5-10%, а на первые полтора месяца она вообще близко к нулю. Замечательно. Что дальше будет с мировыми рынками, что дальше будет с колебаниями курсов валют, не только нашей, но и других валют, что будет с другими макроэкономическими показателями. Можно нарисовать всё, что угодно, но насколько это будет исполнимо, неизвестно. Вот если мы сможем зафиксировать вот эти макроэкономические показатели, которых сегодня добились, если мы все, и вы, в том числе, как производители, к этому все привыкнут, надо работать, к этому ещё привыкнуть, то тогда можно будет горизонт планирования расширить. Но, в принципе, к этому надо стремиться, конечно. Вы как? У нас уже просьба, чтобы темпы финансирования возрастали. Значит, наша техника будет брать больше до воюй рынков. Как Вас зовут? Виктор Иванович. Виктор Иванович, надо взять Вас на совещание, чтобы Вы это ещё раз сказали министру финансов. Хорошо. Ну, согласен. Во всем случае, я передам точно Ваши пожелания. И, в целом, с Вами согласен. Конечно, нужно, чтобы горизонт планирования был дальше, нужно понимать, каковы будут условия продерживаться. Владимир Владимирович, Романчук, Александр. Вот у меня такой вопрос. Вот в нашей компании существует программа, с помощью которой добросовестный работник может получить беспроцентный займ от Васильмаша на первоначальный взнос на ипотеку. Ну, так как молодой семье очень тяжело накопить на первоначальный взнос. Вот. Также банки-партнёры Васильмашинцам ипотеку предоставляют подглотный процент. Но он ограниченный фиксированной ставкой процентов. Откуда? Ну, минимальная процентная ставка 9,5. Это с учётом выплаты. Вы женат? Нет. Вот. Я Вам хочу дать хороший совет. Девушка у Вас такие красивые. Первое. Второе. Вот Вы как только женитесь, нужно сразу заводить ребра. Вы сразу будете получать поддержку за рождение первого ребра. А если будет второй и третий, у Вас сразу будет ставка по ипотечным кредитам не больше 60 процентов. Потому что всё, что выше, будет оплачивать государство. Мы эту меру видели только что. Я уже об этом несколько раз говорил. С 1 января этого года эта мера уже заработала. Вот. Ну, кроме этого, существует ещё и у нас государственная программа, в которой идёт субсидирование для молодых семей. Она где-то 35 лет или больше. наоборот. Потом есть региональные программы. Наверное, уверен, что в Ассутске тоже такие программы есть. Нужно просто посмотреть весь набор этих возможностей. Владимир Владимирович, хотелось бы спросить ещё, почему выплаты за ребёнка до полутора лет, а в садик принимают разрыв есть. Но у нас есть и программа сейчас с двух месяцев и до трёх лет. Мы сейчас новую программу запустили обеспечение ясельными местами. Мы внимательно за этим смотрели. Действительно, для молодых женщин, для женщин, у которых у ребёнок появляется маленький, для них важно иметь возможность, можно быстрее принять участие в трудовой деятельности, не потерять квалификацию, либо восстановить её. Поэтому это одна из программ, которая имеет комплексные значения. Направлена будет и на поддержку молодых семей, семей с детьми и на, честно говоря, поддержание этих демографических процессов, чтобы стимулировать семьи, заводить детей. Поэтому у нас детей таких маленьких, малышей от двух месяцев до трёх лет сейчас, стоящих в очереди, очень легко запомнить эту сумму. 2,7,2. 2,5,2. 279,5259. Ну, это было на первое, по-моему, января. Сейчас, надеюсь, больше, точно больше. Это цифры с того момента, когда мы эту программу держим. Поэтому можно будет этим воскликнуть. Первое. Второе. Материнский капитал в сферу применения, возможности использования мы расширили. Можно будет продение из материнского капитала на на дошкольное образование и, в том числе, и, прежде всего, на ясли и даже на услуги частных предприятий, юридических лиц или физических лиц, которые занимались. Потому что там возможности будут большие. Владимир Владимирович, почему растут цены на бензин? На данный момент цена составляет 40 рублей. Да, я понимаю. Там 39 в разных регионах. 59 до 41. Из-за акций, конечно. Во-первых, цена на первичный продукт держится достаточно высокая, сейчас от 70 долларов за бочку. Но, главным образом, не в этом дело, а в акцессах. Проект повышает акцессы, которые должны идти, но и идут на ремонт и строительство. Из-за этого. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, хотелось бы, чтобы она прибила акцент к сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. Но в некоторых регионах, действительно, там где-то это обосновано, потому что доставка сложная, нет, инфраструктура не развитая и так далее. Всегда за этим должны смотреть на тему на полную службу. Всегда. Это точно. Я поголовил, наверное, счёты с картиной, которая нас возглавливает. Владимир Владимирович, можно вопрос? Сегодня из спортивного арбитражного суда пришли хорошие новости. 28 наших спортсменов оправдали. Многие комментировали уже. Можно вас спросить пару слов об этом? В любой системе права конечной инстанцией принятия решения является суд. И к решению суда все должны относиться с уважением. Но в суде, как правило, рассматриваются как минимум две точки зрения. То есть двух спорящих сторон. И нужно относиться не только с уважением к решению суда. Оно нас, безусловно, не может не радовать. Это подтверждает нашу позицию о том, что подавляющее большинство наших спортсменов абсолютно не являются чистыми спортсменами, не употреблявшими допинг. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой вы или мы спорим. Поэтому я думаю, что не должно быть никакой значки со стороны эйфории. Нужно относиться спокойно, с уважением к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше. Имею в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых ГАЗ поддержал. Но не всех стопроцентно оправдали, первое. И второе, нам самим еще есть над чем работать. Это совершенно точно. С точки зрения совершенствования допинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с ВАДой, вместе с Муком и другими международными политиками. Спасибо. Спасибо. Поздравляю еще раз с успехом. Спасибо. Просто реально, хочу вам сказать честно, для меня это очень приятно, потому что, когда мы приезжали сюда в 2008-2009 году, тревога была страшна. Просто реально была такая опасность закрытия предприятия и ущерба всей области. Этого не только не произошло, но наоборот, благодаря вашим стараниям, вашим талантам и усилиям, ситуация кардинального будущего. Вы сейчас сказали, что 41% всех работающих, у вас 10 тысяч человек, это огромный коллектив, 41% имеют высшее образование. И среди них, среди людей, которые имеют высшее образование из этого 45%, много людей, работающих на рабочих профессиях. Это очень здорово. Это говорит о том, что техника становится более совершенной, более сложной. Когда люди с высшим образованием работают на рабочих профессиях, это значит, что они чувствуют себя востребованными здесь. Это вот немножко не радует. Это очень хороший показатель развития и причем развитие перспективы на будущем. Там все само слышно. Спасибо. 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 Спасибо.